Мы на месте. Мы приветствуем Андрея. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Говорит, я доверю, рукой в эту голограмму касается, она начинает волна от нее идти, говорит, смотрите, какая красивая у меня капсула. Кто-то тебе дал эту капсулу, Андрей? Не знаю, она всегда тут была. Ты уверен, что тебе на пользу эта капсула? Он не знает. Мы вытащим, кто тебе ее дал и установил, вернее, и пообщаемся. Начинаем сейчас с того, что мы эту голограмму разрезаем. Скэнер разрежет эту голограмму, включая все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, к ней подключенные. Они пульсируют, скэнер их отключает, выводит из биополя. Как все это выходит? Голограмма отправляется в клетку-тюрьму. Да, вышла голограмма. Отправляю в клетку-тюрьму. Есть. Я рекомендую на счет 3, скэнер сканирует пространство, но от головы Андрея под ногами, 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все семь тонких тела Андрея, находит все. Здесь гуманоид. Конечно. Синий дракон. Синий дракон. Сукуп и джин. Замечательная комбинация. Мой первый вопрос. Откуда гуманоид? Сириус. Как долго ты находишься в этом биополе? 13 лет. Значит, ты ему установил эту голограмму, капсулу, как он ее называет? Мне бы сказал, нарастил, постепенно нарастил и укрепил. А какая цель твоя? Сделал обитаемый. Какая цель твоей подключки? Что ты конкретно у него забирал? Я через него подключился к другим людям, забирая энергию. То есть ты практически через него, с кем бы он ни встречался, имеешь такую возможность забирать у этих людей, с кем он общается, энергии? Да, это как энергетическое прикосновение. И человек выдает энергию. Я должен заметить, это первый раз, что я такое вижу гуманоидов. Я встречался с этой технологией, но с демоническими структурами, с высокогерцовыми демонами, которые такое умеют. Они устанавливают барабан, этим барабаном стреляют. Из человека по всем, кого этот человек видит. У тебя получается практически человек встречается с ним, и после этого он делает импульс и теряет энергию, правильно? Он не просто теряет энергию из-за импульса, он теряет энергию из-за человеческих чувств, амбиций, разговоров. Энергию вы теряете на объяснение и непонятные, ненужные перепалки. Это верно, это верно. Эту энергию я и собираю. На этой энергии крепится капсула и отделяется в мои резервуары. Но ты же провоцируешь этот импульс первым, или это от него исходит? Вот в чём вопрос. Если ты провоцируешь, тогда он просто твоя марионетка, которая подходит к человеку, и ты забираешь у него энергию. Если он это делает... Я провоцирую его лишними вопросами и непониманием, или же пониманием, так как я хочу, чтобы менялась реальность и шла провокация. От него? Да. Всё понятно. Провокационные вопросы и утверждения. Понятно. И команда тонкой копии Андрея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Канал выстраивается также к этой голограмме, капсуле. И команда тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, низкоэбрационной, патогенной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. И всё, что он мог получить от них, возвращается к ним и усилию потоки в сто раз. Сканер, дай мне полноту души Андрея на настоящий момент. Девять на сто восемь. Девять на сто восемь. Два процента будут в голограмме. Синий дракон. Какой она, синий дракон? Двадцать семь тринадцать. Сколько ты присутствуешь в этом биополе, драконы? Голого года. Восемь месяцев, если быть точным. Цель твоей подключки? Изучение. А что ты в этом конкретно... Он изучает, и я изучаю. Хорошо. Что конкретно в этом случае ты изучал? Мне вот было бы интересно, потому что здесь такая интересная ситуация к гуманоидам и другим. Развитие души. Ступени для осознания. И как ты видишь в этом конкретном случае ступени этого развития твоими глазами? Моими глазами я подселяюсь к душам развивающимся. Но ты же не тормозишь. Этот процесс мне интересен. Я понимаю, но ты не тормозишь активно этот процесс. Ты просто наблюдаешь. Я наблюдаю за человеческой душой, ищущей развитие. Мне интересен путь, путь развития. Да, я встречался. Информация, собранная по крупинкам. Желание найти её. Желание услышать. Желание души развиваться. Дать ход этому желанию. Это всё мне интересно. Как происходит и зарождается росток осознания и развития. Разве в твоём мире нет такой возможности наблюдать за развитием? Или ты... Я наблюдаю изнутри, чувствуя эти порывы, толчки. Ну, энергия, конечно, ты тоже должен подпитываться, если ты там сидишь. То есть какой-то процент он терял энергия. Несомненно, я подпитывался чувствами, порывами, толчками для развития. Понятно. Как у нас с реверсом, Вера? Закончил. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Андрей забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Всё, что у него похитили, всё, что у него изъяли до последней капли, возвращает Андрей из себя обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает всё своё себе обратно. Забираем из этой голограммы. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Всё, что на чистоте Андрея находится мощным потоком, пошло назад. Усилий потоки в сто раз. Суккуб и Джин. Какая великолепная комбинация. Сколько Суккуб находится в этом биополе? Три года. Хорошо. Джин. Какой у нас Джин, Вера? 27,81. Сколько ты присутствуешь в этом биополе, Джин? По пальцам считаю, три месяца. Так ты меньше всех присутствуешь, получается. Понятно. Джин только зашёл. Ты на желание какое-то зашёл? Или хочешь предложить свои услуги? Или ты был уже запрос какой-то на твои желания? Или ты пытаешь своё счастье, как у нас говорят? Вот, вот. Это верно. Он показывает, он вокруг него кружит. И видит свободное место пустое, где он может успешно поселиться. И тут внезапно мы появились на твоём пути. Гуманоид, ты случайно не мешал Андрею связаться с нами? То у него фотографии не отсылались, то ему трудно было собраться на чистку. Кто из вас знал о чистке? Ты осложнял ему путь, другими словами, дойти до нас. Все знали. Кто из вас осложнял эту связь с нами? Она не показывает. Они выпускали определённые энергии. Оболочку делали. Все вместе? Каждый свою. Ну ты посмотри, какая сплочённая команда. Хорошо. Тем не менее, вы здесь. Вам что, здесь не нравится или что-нибудь? Вроде уютно. Режда кончилась. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Джин, втягивая всю свою пыль, все свои подключки, ничего не забывая. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он может сгореть по каналам в этой клетке. Приступай. Джин, подключиться ты ещё нормально не успел. У него пыль на ладонях и ноги. Мы уже видели людей по горлу и по поясу этой пыли. Уже и ног не было видно. Суккуб, выходи, снимай все свои подключки. Что ты оставил на нём? Как оно работало? Как ты его закрывала от другого противоположного пола? Он от любого пола закрывал. И от любого пола ты его закрывал? Он говорит, что энергия есть энергия. У него спираль стоит от головы на уровне глаз. И вниз вот так спираль идёт до нижней чакры. То есть практически через всё его тело, да? И что это за спираль? Как она работала? Он говорит, что он был закольцованный. Что это обозначает твоём понимании? Энергии по кругу идут в моей спирали. То есть дальше никуда не выходит от этой спирали. Ничего себе, вот это серьёзное, конечно, воздействие. Скажи мне, как люди его видели, если ты не допускал к ним? Ранным. Просто странным, да? Ранным, неинтересным, необычным. Я понимаю. Меня устраивает этот ответ. Недалёким. Вот это всё в суккуб состояние, безусловно, сделать. Идём дальше. Синий дракон, твоя очередь. Выходи, снимай свои платы, отключайся полностью. Ничего не забывай. Готово. Переходим к гуманоиду. Гуманоид, на твоей частоте что-то ещё осталось в биополе? Да, конструкция есть. Скэнер, просканеру сейчас. Андрей, на частоте гуманоида, его голограммы, найди эту конструкцию, подсвечу её, я также все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы. Отключай её, выводи полностью. Это голова. На голове стояла, да? Диск в голове внутри, и там же подключики шли, уши, глаза, звуковые рецепторы. Всё правильно. Скажешь, как выйдет. Вязки, голосовые. Полное воздействие. То есть он влиял на то, что он говорил, видел и слышал. Так и есть. Набрал конструкцию. Конструкция идёт в клетку-тюрьму. Выстраивает от Андрея прямой канал к этой конструкции. И Андрей реверсом отдаёт в неё всё негативное патогенное, низкоаберационное, чужеродное. Что он получил от неё? Один, два, три. Пошёл мощный поток, усили его в сто раз. Что идёт, Вера? Знаешь, идут картинки, как он разговаривает, руками показывает, как мемы какие-то. Я не слышу, о чём он говорит, но идут вот как программные установки его поведения. Он выдает те команды, которые ему нашёптывают, да? Передают. Считает их за свои. Ну да, готово. Устанавливали фильтр золотой сеточки на этот канал в порядке реверса. Андрей забирает всю чистую, светлую, божественную. Энергия обратно пошла. Энергия божественная, чистая. Один, два, три. Есть биоматериал, все родные энергии. Всё, что на чистоте Андрея находится, мощным потоком пошло назад. Ну, во-первых, энергия возвращается двух верхних чакр. И какое-то созидание, понимание, идёт слово. Последние 13 лет он точно не видел этого. Ещё и кормил всех. Гомонайт говорил, что в этом диске было заложено системные, программные, стандартные понимания и ответов, а также манеры поведения. Они ограничены, и реакция, естественно, ограничена. Сейчас же ему возвращается назад. Это какое-то осознание мысли и безграничные действия. Самостоятельность. Да, и принятие решений. Готово. Сканер, дай мне полноту души Андрея на настоящий момент. Стоп. Отлично. Всё правильно сделали. Идём дальше. Итак, мы всё убрали. Даю команду на рассинхронизацию Андрея с гуманоидом, его диском и голограммой, синим драконом и его платами, суккубом и джином. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии Андрея осигнуть канал на счёт 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстёгивается. Открывая воронку в галактической дроне, уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. У меня ещё один вопрос. Кто из вас присутствует там, где живёт Андрей? Над клетками загорается, маячки. Джин, чего ты молчишь? Ну, есть немножко пыли там. Ещё кто, Вера? Гуманоида, есть плата. Вот это, конечно, опасное дело. Хорошо. Это нельзя оставлять. Открывается сейчас портал в дом, где живёт Андрей, 1, 2, 3. Срываете платы гуманоида, и они летят по каналу в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Я не вижу дом, это или что, это комната. И здесь на потолке они как резервуары. И немедленно снимаются. И по каналу плавно идут. Готово. Отлично. Закрывай, опечатывай, растворяй. Джин, я тебе рекомендую, я тебя отправляю в первый раз. Я тебе рекомендую собрать всю свою пыль. Если ты не желаешь получить неприятные ощущения, не попадайся больше. А если я найду там твою пыль, я тебя притяну. Вот такая логика. У меня нет сегодня заказа на чистку этой квартиры. Но если она поступит, через 10 минут ты опять будешь стоять в клетке. Если ты этого не хочешь, собирайся и уходи. Всё понятно? Да. Я тебе могу просто рекомендовать сейчас. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте G на 1, 2, 3. Он забирает, что принёс, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Суккуб, ты больше не войдёшь в это биополе. Тебе понятно? Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Суккуба. Забирает, что принёс, уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Синий дракон, в квартире ты не присутствуешь? Нет. Хорошо. Я хочу получить от тебя слово «синего дракона», что ты больше никогда не войдёшь в это биополе. Даю славу. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте «синего дракона». Забирает, что принёс, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю. Приветствую тебя. У меня гуманоид Сириуса, 13 лет. В голове диск стоял, голограмма, капсула. Полностью управлял им. И ещё я притянул в квартире. У меня не было заказа на чистку квартиры. Я только знал, что у него стоят там его подключки. Мы притянули два резервуара с чем-то. Они находятся в клетке тюрьмы. Мы заберём всё, что ему принадлежит вместе с ним. Благодарю тебя. Готово. Поехали дальше. Вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Андрей. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Очень много новых ощущений, новой энергии и какое-то расширенное сознание. Спокойно. Я бы сказал, как-то мудро себя чувствую. Замечательно. Сейчас мы будем возвращать вас в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Андрея в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел, подъем. Пошел, поднимайся в комнате диагностики. Пошел, поднимайся в комнате диагностики.